Мячик по имени Бэнгд? У этого мяча есть собственное имя? И написано, что он тупой! Это тупой Бэнгд! Тупой ты просто! Отстой! Ничего ты не знаешь! Ну, ну, ну! Два шли два! Сколько? Сколько два шли два? Пять? Тупой! 6 июня 1966 года жена сенатора родила ребёнка. Шесть лет спустя, все, кто знал мальчика, начали умирать таинственным образом. Одному детективу было поручено расследовать эти инциденты. Медленно, но верно любопытный случай заинтересовал его. Смерти были окружены чем-то паранормальным и сверхъестественным. В итоге, всё вело к тому, что сенатор Чарльз Вагнер – главный подозреваемый. И лишь после того, как он стал свидетелем, как тот убил свою жену гвоздопистолетом. В итоге, единственным, кого удалось спасти из горящего особняка, был ребёнок. Я детектив Гриффин. Меня направили сюда для расследования. Мальчика зовут Люциус. Девушки отдыхают. Но не суть. Вышла вторая часть, и мне вот захотелось туда зайти и посмотреть, как же она выглядит. И какие же новые пакости мы будем совершать за дьявольского сынка. Надеюсь, вам тоже интересно. Давайте, перед тем, как продолжить, вернее, приступить с вами на счёт три традиция. Раз, два, три. За ваше здоровье и чтобы зло никогда к вам не пришло. Вот, ну и перед тем, как я нажму продолжить, скажу, что я, друзья, прошёл обучение. Без вас там ничего интересного. Мы стоим в кругу, выполняем действия, которые нам нужно сделать, которые нам говорят, типа, возьми, передвинь, используй. Ничего абсолютно не связано с сюжетом. Просто вот такая вот мини-сценка для обучения. Поэтому я посчитал, что вам будет неинтересно и пропустил её. Ну, а мы с вами начинаем прям вот сразу с самой игры. Я вам ещё объясню некоторые аспекты, когда вот мы с вами войдём, чтобы вам было понятнее. И тёмный экран с таинственной музыкой. Дом сгорел дотла. Никого не удалось спасти. Мне удалось вызволить мальчика из больницы, и тогда я был уверен, что за всеми этими убийствами стоит Чарльз. Нужно было отвезти ребёнка на осмотр к психиатру, поэтому я направился в больницу святого Бенедикта. Это та же больница, в которой он родился. Было бы уместным побывать там ещё раз. Он сидел тихо на заднем сиденье и пялись на меня в зеркало. Когда мы приехали, а медсестра ещё не появилась, он наклонился и что-то прошептал мне на ухо. Волосы на затылке встали дыбом от наплыва эмоций. Я всё ещё слышал шёпот в голове. Это был не просто мальчик. Я вернулся домой и стал собирать фрагменты и дело вместе. Всё указывало на мальчика. Как я раньше этого не видел. Был ли Чарльз прав всё это время? Я помогал сыну дьявола? Да. Теперь ты знаешь своё место во всём этом. Ты — это он, не так ли? Иди скорее сюда. Ты мог чувствовать всё это? Что-то глубоко внутри тебя говорит поступать правильно. Но я... Но я католик. Да. Да. И я. Мы все часть его плана. Моя работа заключается только в том, чтобы сделать вещи немного интереснее. И я? Я тоже лишь часть его плана? Ты выполнил своё предназначение, ещё многое ждёт тебя впереди. Мы только начали. Посмотри на это с другой стороны. Мы все служим Господу нашему. Он тот, кто спланировал предстоящие упоения. И я лишь вношу свою лепту в это дело. Мы просто выполняем его желания. Как сладко стелят-то? Расслабься и послушай то, что я добыл на мальчика. Я сомневался, но в конце концов пришлось признать одну вещь. Всё это время я был лишь пешкой. Я был призван в этот мир служить Люциферу и защищать его сына. У Люцифера был план, как совершить задуманное. А моей задачей было присматривать за Люциусом. Ему придётся искать ответы в этой маленькой игре, которая была придумана для него. Тёмный Лорд забрал его силы и сравнял игроков на поле. Это непростая задача для мальчика, но сделать это было необходимо, чтобы в конце всё случилось так, как и должно было случиться. Они осмотрели и оставили мальчика. Он утратил способность влиять на других и подумывал об одиночестве. Жажда крови исчезла вместе с дарами, которые он получил. Прошло шесть месяцев, и мальчик снова проснулся. Кровь не была пролита. И кто-то был счастлив. Это, наконец, случилось. Они оба говорили что-то о пророчестве. А ещё одна из них была связана с духовенством. Люциус тут же понял, что ему предстоит ещё многое сделать, и немедля напал на монахиню. Внутри... Внутри него снова всё пылало. Он был не один, он снова чувствовал себя нужным. Однако, сотрудникам удалось уложить его. Его напичкали лекарствами и притащили в отделение шоковой терапии. Мальчик собрал последователей по всей больнице. Некоторые пациенты присматривали за мальчиком, но не эти сотрудники. Эти заковали в кандалы и заперли его, уложили на кровать и подготовили к шоковой терапии. Но то, о чём они не знали, о чём не могли догадаться... Ответ на вопрос. Что случится, если испугать сына дьявола? И, судя по крикам и картиночкам, ничего хорошего. Прошибленная голова. Оторванной кишки. Сломанная рука. И, конечно же, оторванная башка. Вот что случается, если испугать сына дьявола. Друзья мои, никогда не покупайте сына дьявола. Никогда. Можете потерять конечности. Производство таких-то геймс. Оторванная рука. И мы с вами, вау, просто как будто бы здесь взорвались люди. Вот мы лежали, след такой. Посмотрите, просто трешняк полный. У этого пацана явно была хорошая шоковая терапия, такая напрямую в мозг. И ключи, главное, держат до сих пор. Смотрите, какой сотрудник-то, а? Он ж умрёт, ключи не отпустит. Всё-таки нельзя доверять их другим людям. Он ответственный за ключи. Вот такого бы сотрудника всем. Люциус 2. Пророчество. И вот в такой кровавой бане. И вот мы в смирительной рубашке начинаем, друзья, игру. Ну и что ж, всё выглядит достаточно мило. Мы с вами по уши в кровище. Везде трупы. Оторванные части тел. Всё как нам нравится. Почему бы и нет? Перед тем, как, друзья, мы приступим, я сразу вам сделаю некое введение, которое я обещал. Которое я, собственно говоря, и получил в обучении. Смотрите. Вот видите, предметы подсвечиваются. Это предметы, которые мы будем использовать в процессе игры. И они будут разные. Для того, чтобы по ней продвигаться. Также разные убийства будем подстраивать с помощью них. Некоторые предметы мы можем брать в инвентарь и комбинировать их там. И, кстати говоря, что это? Банка с едой. Банка бобов вкуснятина. Ням-ням. А, в общем, вот здесь будут наши предметы. Мы их можем комбинировать, тем самым делая какие-то новые. И которые будут нам помогать планировать убийства. Либо совершать какие-то действия. На каждом предмете, друзья, есть жёлтые надписи. Они показывают перечень возможных действий. Такие некие статусы предметов, которые нам подсказывают, что с ними можно сделать. Вот, например, с этой банкой её можно только взять. Что у нас есть ещё? А ещё мы можем прокачивать левел, ребята. После того, как совершаем убийство, получаем экспу, прокачиваем левел, становимся просто осатаневшими пиздюками. Простите за выражение. У нас есть контроль, есть управление, есть огонь. И всё вот это развивается. Видите, завладевает разумом жертвы и контролирует её. Управление предметами с помощью телекинеза. И поджечь всё вокруг. Ну и так далее, соответственно, получаем левел, получаем очко и распределяем их. В принципе, ничего сверхъестественно. Ну, как бы, как бы и всё. Вот как бы и всё, что нам надо знать. И мы с вами начинаем. Посмотрите на этого пухленького маленького мальчика, который выглядит очень мило. Вот просто милаха. Но только не на фоне этих кишков. Вот так вот. Милаха, смотрите. Милаха. Кишки. Милаха. Кишки. Ладно, друзья. Ну и начинаем. Нам надо с вами прорва... Прорвать. Что-то прорвать. Судя по миникарте справа, видите, надо выйти отсюда. Видимо, прорвать... Прорвать блокаду. Что-то такое. Ключи находятся у этого парня. Мы сейчас, видимо, совершим первые действия. А давайте... Видите, годный. Не знаю, что такое значит годный. Видимо, в рабочем состоянии. А, это ведь... Включен, не включен. Видите? Когда мы включаем с серой. Да, и вот видите, электричество пошло. Мы его включили. И берем. И в него. Опаньки. И он уронил ключи. Теперь берем ключи. Кладем их в инвентарь. Все, мы молодцы. У нас есть ключи. И мы с вами здесь еще нашли таблетки. И вот видите, написано, что их можно взять. А еще сочетаемые. Сочетаемые, это значит, друзья, комбинируемые. Значит, их можно с чем-то скомбинировать. Можно даже прочитать. А может вызвать смерть в случае передозировки. И обязательно вызовет. Куда-нибудь в кофе добавим. Я надеюсь, можно добавить в кофе. И убьем кого-нибудь. Ну что, открываем и уходим. Смотрите, какой маленький дьяволенок вот здесь. Дьявольский китайский болванчик. И здесь китайцы. Господи. Мы взяли, и это бонус. А, и такие, знаете, бонусные предметы. Вот мы взяли немножечко с вами экспы. А тут больные ходят. Видите? Все закрыто. Да, мы здесь, наверное, можем бегать, друзья. Все закрыто просто. Бедных людей там содержат. Опа. Религиозные объекты лишают тебя всех способностей. Сбавься от них, не прикасаясь к ним. А, я понял, зачем нам, друзья, банка с едой. Давайте я вам как раз продемонстрирую. Смотрите, здесь можно кидать некоторые предметы для того, чтобы взаимодействовать с другими. Либо активировать их. И вот у нас есть крест. Я не знаю, в обучении с крестом ничего не было. Но давайте попробуем. Да, видите? И он перевернулся. И превратился в совсем другой крестик, да? И видите, эффект исчез. Что ж, здорово, спасибо. Банку возьмем с собой. Очень полезная штука. Так, заперто. Ох, я открыл. Стоп. А, нам как раз надо... Так, погодите, здесь шестерки. Видите? В комнате вот здесь шестерки. Так, а это у нас левел. Мы получили с вами левел и можем прокачать первые навыки. Итак, давайте, друзья, подумаем, с чего начнем. Есть разум жертвы завладевает. Можно управлять предметами с помощью телекинеза и поджечь все вокруг. Давайте начнем с управления. Потому что управлять людьми всегда, всегда очень удобно и очень полезно. Поэтому я думаю, что нам здесь это пригодится. Видите? Вот здесь нужны ключи. Это что? Опа! Смотрите. Тихо. Наверное, нельзя попытаться ему... Тихо-тихо-тихо. Обнаружение. А, видите красную зону, ребята? Мы, видимо, с вами находимся в зоне, в которой... В которой нас могут заметить. Ну, типа, начнут замечать, я думаю, или что-то типа того. Так, нам показывают вентиляцию. Не вентиляцию, а вот это вот, ну, пропеллер. Показывают что? Кухоньку. И показывают эту штуку с электричеством. Так, нажми Q, открыть журнал миссий. Найдет способ выбраться из изолятора палаты для душевно больных. Ключ лежит у охранника на столе, но он не должен тебя видеть. Удачи, юный Вильзевул. Короче говоря, с этим он посмеялся надо мной шутечкой. Вот таких пацанов приятно иметь себя с собой. Они сейчас смеются над этими шутками дебильными. Так, нам надо, значит, очень у него ключ на столе. Нам надо что-то с ним сделать. А, смытье. Отравить кофе? На электролизовать кран? С чего сломать потолочный вентилят? А, который там. Так, 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 так. А что тут? Так, я что-то взял. О, тихо. Интересно, для него выглядит странно, что дверь в холодильник открылась. Так, а что я взял? Я не успел. Пончики. Кстати говоря, в обучении, друзья, меня заставляют смешивать пончики с таблетками. Вы кидайте пончики, и они кушают и умирают. Вот, но мы сейчас сделаем что-нибудь другое. Давайте возьмем громотвод. Написано было громотвод. Возьмем и вот сюда. Так, и включить. Да, видите, теперь электричество. А значит, он сейчас подойдет вот сюда. Использовать будет опять кран. И, по идее, его должно убить электричеством. Давай. Смотрите, он идет. Мы сейчас будем на это смотреть. Шатается что-то какой-то пьяный, что ли? Что такого? Кого он увидел? Нет, не иди сюда. Давай, используй кран. Давай, молодец. Отлично. А-ха-ха, убийство. Кстати говоря, ключи выпали, они совсем были-то не на полу. И мы получили с вами больше силы, написано. Короче говоря, мы избавились от этого чувака и получили его ключи. Отлично. Так, давайте осу... О, смотрите. Там уборщик ходит. Опасно. Тут дверь, правда, закрыта. Он, наверное, не пройдет сюда. В общем, вот так вот, друзья, мы избавляемся от людей. Это один из способов. И посмотрите, как парень обгорел. Ха-ха-ха. Как он обгорел. Так, давайте оставим его здесь. Не будем привлекать внимания. Вот, кстати говоря, кофе могли отравить. Видите, вот здесь вот. Банка с едой. Так, а у нас есть банка с едой. Вот эти банки, видимо, нужны, чтобы просто их кидать. Видите? Потому что у них есть только взять. И больше никаких действий с ними недоступно. А что... Так, есть телефон. Так, телефон. Можно звонить на другие номера. Это, видимо, чтобы его отвлечь. Телевизор можно включить, выключить. Это нам все не нужно. Хорошо. Идемте. Вот, мы открыли все с вами. Ага. Слышите, какая музыка такая веселая. Ля-ля-ля-ля-ля. Мальчику... Мальчика удалось снять... Мальчику, видимо, удалось снять окова. Мой кровь пролилась, и теперь он чувствовал, как сила душ наполняет его. Да, я чувствую прямо так становись сильнее. Так, нам теперь надо зайти сюда. А, видите, задание. Открыть двери нам надо. Погодите, это интересно. А что в этой комнате? Что-нибудь я найду? Могу найти что-нибудь полезное? Одежда? А, видите, смотрите, получить одежду одной из заданий. Опа. Я получил одежду. Пиджак со следами крови привлечет много внимания. Хорошо, что его старый костюм был все еще тут. Пришло время вновь надеть его. А, мячик по имени Бэнгт? У этого мяча есть собственное имя? И написано, что он тупой. Тупой Бэнгт. Тупой ты просто. Отстой. Ничего ты не знаешь. Ну, ну, ну. Дважды два. Сколько? Сколько дважды два? Пять? Тупой. Это тупой, блин. Так, ладно, друзья, мы с вами нашли шмотки. И теперь нам надо здесь, вот, видимо, врубить вот это все. Да, видите, вот. Мужское, детское, женское и изоляция. Отделение. Так, мы с вами все сделали. Поговорить с человеком у меня теперь задание. Первое, что он сделал после побега, открыл остальные крылья отделения для душевнобольных. Это позволит Люциусу свободно протить по этому хаосу. А, то есть мы теперь можем нормально перебегаться. А вон они же, братаны, бегают. Пацаны, пацаны, пошите меня. Вам чего сегодня приснилось? Как вы расчленяли людей? Мне тоже. Я тут даже попытался это сделать. Ну, какой он пухленький. И какой он, какой он, смотри, какой он, какой он милашка. И делает такие ужасные вещи. Что это он там делает? Господи. Итак, нам, нам надо вот сюда поговорить с человеком. И она сказала, что я ее проблема. Женщины, с ними нельзя жить, их нельзя убить. Действительно, почему их нельзя убить? Эй, эй, почему пространство между женской грудью и бедрами называется талией? Сюда поместится еще одна пара сисек. Короче говоря, у нас там очередной ютюбер-стендапер, видимо, тренирует свою программу для выступлений, для того, чтобы обмануть народ, собрать с них денег и якобы круто пошутить. А, ну, а мы с вами должны тут что-то сделать. Удерживай кнопку, правую кнопку мышки для броска, ты можешь сломать вещи против них что-то или используя свои способности. Если бросить предмет вентиляции, он упадет на другой стороне. Давайте попробуем. Давайте попробуем сломать вентиляцию. Вот это настоящая пакость, пакость достойная сына дьявола. Сломать вентиляцию. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Кстати, это легковоспламеняющиеся штуки. Твою мать. А-а-а-а-а, видите, мы как все спланировали-то. Там еще надпись была «Сломать полки над этими ребятами». Все нафиг загорелось. Просто офигеть. И выпали ключи. Я не знаю, мне кажется, это действие не называется «Поговорить с человеком». Поджечь человеку жопу, может быть. И давайте возьмем эти банки. А, они обычные, стоп, нет, погодите. Они же были воспламеняющиеся. А, ну все понятно. Они уже утратили свою способность воспламеняться, потому что мы их воспламенили. Вот воспламеняющиеся. Я возьму ее на всякий пожарный, вдруг пригодится мне. Что? Кто мешает мне пройти? Там что-то... Что это мешало? Ух ты, зажигалка! Вау, это полезно. Возьмем. Просто здесь, ребята, такой трэш. Шашлычная просто. У Джамшута какая-то. Наверное, вкусно, да? Так, эта бутылка, она уже, видите, запретная. Интересно, что значит запретная? Они тут картишки раскидывались. Тащить тело мертвое? А он застрял в текстуре. Ничего себе пацана расколбасило. Он со столом соединился. Так, ладно, что здесь есть еще? Так, эта банка нам не нужна. О, смотрите, там что-то есть. А, еще один древоленок. Ух ты, я нашел еще один бонусный предмет. Так, нам надо с вами... Так, тут заперто. Мы ключи взяли? Взяли. И нам получается вот сюда. Так, здесь есть что-нибудь? Нет. Надо искать полезные предметы, которые нам могут помочь расправиться с... А, ну-ка, бросить банки, сломать люк. Обязательные предметы привлечают человека. Что это? Бумажник. А, сигареты обязательные. А, обязательные. Вот, это они привлекают. Так, я кучу всего нашел. А, это какой-то охранник или кто это? В общем, непонятно, кто это. Нам вообще надо вот сюда. Но при этом мы можем от него избавиться. Так, кулер здесь. Ага. Ну ладно, пусть он стоит там. Так, трогать его не будем. Так. И мы с вами пришли куда надо. Там сумасшедший какой-то... Дядька сидит. Деваленок Ладлоу! Деваленок! Господи, ты меня напугал. Иди отсюда. Это он так орет? Конец не наступает, он уже здесь. И мальчик. Хе-хе-хе. В общем, парень реально сошел с ума. Ладлоу, у него написано везде какое-то имя. Но это не мы, потому что мы Люциус, мы не Ладлоу. Но он сказал, что Ладлоу дьяволенок. Нет, это мы дьяволенок. Кто отбирает нашу слабу? Видите, у него написано умри. Мы с вами взяли тем временем еще левел. Дьявольский человек. Делу время, потихий час. В общем, там на английском говорят, что... На английском сказали фоном. Просто почему-то ушли субтитры. В общем, что этот мужик, который сидя... Сидел здесь, постоянно повторял одно и то же. Дьяволенок Ладлоу, дьяволенок Ладлоу. Вот все, что сказал диктор на фоне. Эм, так. Что у него? Смотрите, можем статус смотреть. У него паника. Ну давай. А, видимо, субтитры мешают. Да, субтитры мешают нам смотреть. В общем, мы получили левел. Предлагаю с вами прокачать. Что еще прокачать? Вот это вот поджигание, не знаю. Поджечь все вокруг. Интересно, как это работает? Давайте возьмем. Просто непонятно, как это работает. Вдруг пригодится. И что мы еще хотели? Так, инвентарь я хотела посмотреть. А, ну и все. Задания какие у нас? У уборщицы есть ключ от ее комнаты? От чей? А, от комнаты монахини. Видите? Найти комнату монахини. Понятно. Мы сейчас будем с вами убивать уборщицу. Ни в чем не повидную женщину. Которая делает трудную, трудную работу. Так, нам... Так, нам сюда ведь, да? Да, нам сюда. Пацаны все вышли. Тусят здесь вовсю. Слышите, как они... Забавно. А, видите, там человек. Так, я взял что-то. Давайте сразу все возьмем. Я вижу там человека на карте. Вон. А, это уборщик. А написано уборщица. Уборщицы. Это, что ли, мистер Гаррисон из Сауэрспарка? Ну, типа, не может определиться своим полом. Так, что еще? Воспламеняющаяся легко штука. Так, а что у нас делать? О, посмотрите. Ломкий. Так, друзья, давайте это сломаем. Для этого нам нужны инструменты. Ну-ка. О, тихо-тихо-тихо. Бежи-бежи-бежи-бежи. Так, я сломал лифт. А что мы там еще-то взяли? А, воспламеняющиеся банки мы взяли. Смотрите. Бутылки легко воспламеняющиеся. Скользкая канистра. Канистра с чистящим... С чистящим средством, которое очень скользкое. Ой. Так, кажется, я знаю, друзья, что нам надо сделать. У меня родился гениальный план. Не знаю, сработает ли он. Короче, смотрите. Мы берем скользкую канистру. Зацените. Так. Давайте вот здесь. Вот здесь быстренько разольем. Вот здесь вот, смотрите. Так, да. И берем бумажник, короче. Он стопудовый еврей. Уходим. Смотрите. О, не получилось. Офигеть. Он такой бумажник. Я его убил. Короче, я получил ключи. А бумажник я заберу. А я могу забрать? Могу. Мой бумажник. Слушайте, ну и жесть. Так, ну главное, самому-то не упасть. Офигеть. Давайте сначала вот здесь проверим, что есть. О, с водой канистра. Канистра для воды. Так, я наполнил канистру для воды. Отлично. Возьмем ее, вдруг пригодится. А, вода у нас проводящая, поэтому может провести там электричество, еще что-нибудь такое. А, так, а здесь что это? А, это, это, а, вот, видите, мы вот здесь как раз-таки видели этого уборщика. Понятно. Отлично. Деньги, деньги снова спасли положение. Так, и нам? Ага, нам сюда, там снова левел. Давайте возьмем вот эту штуку. Нам пригодится. Там, по-моему, это еще одна, по-моему, скользкая, да? Здесь есть что-нибудь? Нет. Только обычный сранник. О, снова злобящие рисунки и надписи. А где монашка-то? Ангелы? Трубачи? Так, и мы взяли с вами левел. Блин, меня просто поражает. Комната монахини была заполнена религиозными текстами. Пророчества апокалипсиса. Ее там не было. Кажется, что она была доставлена на четвертый этаж, вероятно, для отсмотра после нападения мальчиков. Мальчика! Почему здесь хреново с окончаниями? Мальчика? Мальчиков? Там толпа мальчиков, что ли, напала? Я один был. Походу, у нашей монахини галлюцинации. Знаете, так часто бывает. Написала заяву в ментовку и все преувеличила в несколько раз. А, в общем, найти последователя надо. Что мы там сделали? А, нам нас левел. Нас левел, ребята. Так, что прокачать? Я думаю, что развиваться сразу в три ветки не очень, наверное, грамотно. Да, давайте хотя бы в две. Предлагаю еще контроль прокачать. Мы, правда, пока ни разу не использовали, но придет время, я уверен, когда нам это понадобится. Кстати, мы, наверное, могли же взять под контроль этого парня и просто скинуть его в шахту лифта. Я об этом даже не подумал, но это было бы слишком просто, согласитесь. Так было бы же намного забавнее, да? Когда бросаешь ему бабоса, он подскальзывается, умирает из-за своей жадности. Это смешно. Это где-то на уровне премии Дарвина. Так, нам куда надо идти? Нам надо идти вперед. А это кто тут? О, отлично, это сумасшедший. Это наш, это наш бро. А тут что-нибудь есть? Погоди, давайте сюда войдем. Какие-нибудь поли... Опа, отличные инструменты. Нет, 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 оставь эту штуку. Куда ты в текстуры? Так. Нет ничего больше. Я не просил что-нибудь еще урвать. Духовочка. О, холодильник. А, пончики. Пончики, зашибись. А, изнутри комнаты перетащите тележку... Изнутри комнаты перетащи тележку и стреляй? Используй инструменты, чтобы ломать предметы. Что значит стреля... Так, вот он лом... Так, пока... Стоп, я понял. Значит, там стоит парень, да? Так. Берем тележку. Я понял, что надо сделать. Серьезно же? Это будет именно так, как я думаю? Так. Ха-ха-ха. Нога-нога. Погоди. Нога-нога-нога. Нога-нога. Надо направить ее сначала. Блин, это сложно. Быть проектировщиком искрометных убийств реально... Вот, вот, отлично. Главное теперь не троньте. А, и видите, вот напис... А, или это... Так, стоп. Вот я, знаете, что думаю? Он либо вот отсюда взорвется и поедет туда, и как бы вдолбанет него, или это показатель, как она стрельнет. Если как стрельнет, то надо развернуть. Давайте направим на него. Тихо-тихо-тихо. Надо попасть... Так, ну давай. Тихо. Вот, вот, почти. Вот, идеально. Прямо в голову. Хо-хо-хо. Нет, зачем я двинул? Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хочу, чтобы было идеально. Задумает. Он такой, что это пацан там делает? Дайте вот здесь оставим. Отпустить. Так. Теперь сломать надо. Берем инструменты. Так. О-о-о-о-о-о. Вот, разлекуха. А хочу еще. Могу еще. А инструменты... А, инструменты исчез. Кстати говоря, резонно бы инструментов набрать У нас там есть пустая канистра Её можно выкинуть нафиг вообще В задницу её Она пустая уже Так, а чё я её не выкинул-то А, нет, она не пустая, там ещё 7 Может пригодится, нет, давайте выкинем её Нафиг нам 7 Вот так вот всё И что, стаканчиков пару Можно стаканчики выбросить Хотя ладно, оставим пока Надо взять инструменты, это очень полезная штука Побольше инструментов Есть вообще лимит у инвентаря? По-моему нет А, у нас нет лимитов, ах, короче, круто Мы с вами можем так проматывать Что ж, зашибись Много инструментов, всё под контролем И, так, давайте обратно положим И возьмём ключи, да? Да, мы взяли ключи Боже, какой трэш Какой трэш А, нет, у меня есть предел инвентаря Я ключи убрать не могу Предлагаю взять бумажник Да, вот всё, выкинуть его так А ключи? Ключи я положил, всё Этот пацан повесился? Офигеть, а чё так? Чё не понравилось-то? Или там... Мальчик нашёл одного из последователей, повесившимся в своей же комнате. На этаже была записка. Простите за неверный выбор. Что это значит? Неверный выбор бога или сына? В общем, наш последователь, который нам поклонялся, нам, дьяволу маленькому, да? В общем, он раскаялся. Оказывается, сделал неправильный выбор. Ублюдыш, а я тебе доверял. Доверял же я тебе, а? Давайте возьмем левел, хоть какая-то польза от него. Наколдовал нам тут экспы. А у нас два очка цеха. Давайте к телекиненс еще качнем. И что здесь вокруг лишь обогоревшие тела, никаких улик не оставлено. А, с помощью этой штуки можно избавляться от улик. Ага, а это человек под контролем может использовать предметы. Да нет, вот это вот выглядит пока интереснее. Давайте пока с этим. А это как бы отдельная способность или... Нет, это типа пассивная, да, написано пассивная. Хорошо, нам куда? Покинуть этаж надо уже, да? Сломать люк? Нет. Давайте покинем этаж. Убрали одного из наших. Будем мстить, наверное, за это. А, все, друзья. Уровень пройден. Глава первый, уровень первый. Агалия, Агалия Репт. Агалия Репт написано название. Не знаю, что это. А, в общем, ребята, давайте вот на этой миссии мы, в принципе, и закончим. Посмотрели игру. Честно говоря, она, ну, достаточно забавная. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях. Ставьте лайки, обязательно продолжим проходить. Вот, не забывайте подписываться на канал. Добавляются друзьяшки ВКонтакте. Есть группа ВКонтакте, группа в Стиме. Там удобные уведомления есть. У нас также канал на Твич. Там проходит прямые трансляции. И второй канал в Ютубе, где выкладываются их записи. С вами был Сергей Халье. Все вам со мной лучшего. И будьте порядочным мальчиком, иначе Люциус придет и за вами. Пока. Кун Лао, остановись. Я служу Шинаку и преисподней. Потому что Шао Кан убил и ты это допустил. Я приму в твоей смерти более активное участие. Смотрите, учитывая силищу убийцы, я даже не могу понять, как он боролся. Может быть, не знаю, может быть, получал люлей просто. Похоже, на этот стол свалилось что-то очень тяжелое. Или его швыр...